МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди тех, кто был осужден по 58-й статье, были и те, кто высказывал резкие слова в адрес Гитлера и германского нацизма еще до начала войны. Советская судебная система не отличалась особой тонкостью, и в дни войны с Гитлером в тюрьмах сидели те, кто ненавидел его, и это было их главной виной. Это, конечно, нонсенс, но главное состоит в том, что гражданское общество, которое называлось советским, держалось насилием, и русский человек очень хорошо чувствовал это. Без того, что ему приходится выбирать из двух зол, без душевной раздвоенности, невозможно объяснить такие факты, как шестизначные цифры пленных, сотрудничество с врагом, или факт, о котором писал в своих мемуарах фельдмаршал Монштейн. В начале января 1942 года, после успешных десантов Красной армии и освобождения города Феодосии, охрана бросила лагерь советских военнопленных. Но 8 тысяч наших пленных не поспешили в объятия своих, а организованно маршем без охраны двинулись в направление Симферополя, вторично в немецкий плен. Трудно осмыслить этот факт, но это тоже правда, и тем труднее было воевать советскому солдату. А потом ему стали кричать со всех сторон роли, партии, о безупречности, руководство, разного рода политические содержанки кричат об этом до сих пор. Процитируем еще раз русского философа Ивана Александровича Ильина. Главная трудность войны на Востоке возникает потому, что определенно не имеет ничего общего с большевизмом и большевистскими убеждениями. Советскому правительству тем или иным образом удалось пробудить национальный инстинкт самосохранения русского народа и использовать его. Когда надо, русский прибегает к своей древней стратегии. Он делает войну для агрессора жестокой и беспощадной. Это видно уже из того, насколько упорная и кровавая борьба идет на всех фронтах. Кто расколдует нас, кто вырвет из рук беспамятства немого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В деревне Снежинка Костромской области накануне Нового 1942 года умерли от недоедания семь человек. Они не зачислены в жертвы войны, они работали до изнеможения, работали и голодали, голодали и умерли вдали от полей сражений. Народ жил трудно, выбиваясь из сил. Везде, где только было можно, работали для фронта и для победы. Представьте себе, в тяжелейшем 1941 году в Советском Союзе с учетом эвакуации многих заводов на восток было произведено 15 735 самолетов, а в Германии всего 11 424. Великобритания произвела 20 094 летающих машины. Соединенные Штаты – 26 277 самолетов, а Япония – всего 5088. Красноречивые, влиятельные на будущее войны цифры. Зимнее наступление Красной Армии продолжалось. Были освобождены Старица и Малый Рославец, Боровск и Волоколамск. Атакующие клинья Калининского и Западного фронтов попытались развить наступление на Смоленск с целью окружения основной группировки немецких войск. Но сил уже для этого не было. К тому же атаки фронтов не были согласованными. Через несколько недель кровопролитных боев советское командование убедилось в том, что под Москвой возможны на данный момент только частные наступательные операции. Генерал Рокоссовский считал их ненужными, приводящими к излишним потерям собственных войск. Гитлер после взятия командования сухопутными войсками на себя продолжал сурово расправляться с генералами, не выполняющими его категорический стоп-приказ об удержании достигнутых рубежей. В январе был уволен командующий 4-й танковой армии генерал Эрих Гёппнер. Были уволены все командующие группами армии Герт фон Рунштетт, Теодор фон Бок и Вильгельм фон Лиеп, многие командующие армиями и корпусами. Это было очевидным свидетельством небывалого кризиса в германском вермахте. Впрочем, и в Красной армии менялись действующие лица. Этот процесс ставка могла бы и ускорить. Беспомощными, неготовыми к современной войне оказались Клим Ворошилов и Яков Черевиченко, Григорий Кулик и Семен Тимошенко, Фёдор Кузнецов и Семён Будённый. Ушли бы они с фронтов раньше, меньше было бы погублено людей. В эти дни задача у командующего 11-й немецкой армии генерала Монштейна была тяжёлой. Удержаться в районе Парпачского перешейка, иначе вся 11-я армия могла бы быть уничтожена в Крыму, и тактический успех советских войск перерос бы в стратегический в случае освобождения всего Крыма. Но после десантных успехов советских 44-й и 51-й армии, в декабре освободивших Керчь и Феодосию, наши войска не сумели организовать плотное преследование малочисленных частей противника и дали ему время и возможности выстроить позиции для обороны в самом узком месте Керченского полуострова. В начале января Ставка потребовала от войск Севастопольского оборонительного района частных наступательных действий для помощи армиям, высадившимся на Керченском полуострове. Обескровленная только что отбитым штурмом Севастополя Приморская армия исполнила свой долг, но, конечно, успеха не добилась. 5 января Черноморский флот в исключительно неблагоприятных условиях высадил десант Евпаторию. Из-за шторма удалось достичь берега только первому эшелону. Затем начались тяжелые бои в городе с подтянутыми к Евпатории войсками немцев и румын. Эта жестокая страница войны закончилась через несколько дней полным уничтожением наших десантников. Лишь несколько человек попали в плен. Более того, инициативный Манштейн сумел 15 января неожиданным ударом вновь захватить Феодосию, разгромив несколько дивизий 44-й армии. После этого Ставка образовала Крымский фронт во главе с генерал-лейтенантом Дмитрием Козловым. Что каждый из нас помнит о событиях 1942 года благодаря знаниям, полученным в очень средней школе? То, что мы в 1942 году разбили немцев под Сталинградом, и это событие стало решающим в истории Второй мировой войны. Однако очень редко кто из нас задавался простым вопросом, а как вообще немцы оказались под Сталинградом? В первые дни нового 1942 года Сталин был убежден, что на полях Подмосковья повторяется 1812 год. Враг разбит, деморализован, бежит без оглядки. Его следует только добить, догнать и добить в его собственном логове. Основные черты кампании на 1942 год обсуждались в Советской Ставке 5 января. И спустя 5 дней Сталин изложил их в специальной директиве следующим образом. Мы цитируем. Немцы хотят выиграть время и получить передышку. Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на Запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев этих резервов не будет. Таким образом мы обеспечим полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. В собственные слова Сталин верил как язычник, поклонявшийся религиозному мифу. Это был чисто азиатский подход к проблеме. Когда деспот оказался не только в плену своей собственной фантазии, но заставил стать ее рабами своих покорных полководцев. А все они мечтали кого-нибудь разбить. Например, командующий Калининским фронтом Конев предлагал уничтожить 9-ю немецкую армию, прочно удерживавшую район Ржева. Командующий Волховским фронтом Мерецков предполагал, что он сумеет обеспечить разгром 18-й немецкой армии и спасти умиравший от голода Ленинград. Главком юго-западного направления маршал Тимошенко предполагал осуществить наступление на Харьков и уничтожить 6-ю немецкую армию, ту самую, которая потом окажется в Сталинграде. Наконец, сталинский любимец Жуков считал, что он в состоянии уничтожить всю группу армии Центр, освободив Ржевско-Вяземский плацдаром. И тем самым весь немецкий Восточный фронт развалится в 42-м году. Как позднее после войны вспоминал Георгий Константинович Жуков, у всех тогда в январе 1942 года шапка оказалась на Бекрень. Это сталинская жуковская шапка очень дорого обойдется в 42-м году русскому народу. В третий раз японская армия начала в Китае наступление в направлении города Чанша. 4 января японцы сумели ворваться в город, но уже 15 января комендановские войска Чан Кэши сумели отбить Чанша у оккупантов. Это оказалось единственной неудачей Японии в начале 42-го года. На остальных фронтах ей сопутствовал успех. Почти все филиппинские острова были захвачены. Японская армия вошла в Бирму, где британские войска вынуждены были начать отступление по бережью. Японская подводная лодка торпедировала американский авианосец Саратога, который был вынужден уйти на ремонт к берегам Калифорнии. В Берлине союзники Италия, Германия, Япония подписали соглашение о совместных действиях и разграничении театра войны. Особого значения это соглашение не имело, потому что ни Япония, ни Германия ни с кем не согласовывали своих военных планов, а Италия самостоятельно уже не могла иметь их, так как всецело зависело от Германии. Зима 1941-1942 годов стала для Соединенных Штатов и Великобритании зимой катастроф. Именно так в свое время выразился известный американский историк Роберт Шервуд, характеризуя неудачи союзников в Азии и на Тихом океане. Развивавшаяся военно-политическая обстановка настоятельно требовала немедленной дальнейшей консолидации всех антинацистских сил. И думается, что именно в этом контексте нужно рассматривать очень важное событие, важный акт, который состоялся 1 января 1942 года в Вашингтоне. В этот день была подписана знаменитая Декларация Объединенных Наций. Первым поставил подпись под этим документом американский президент Рузвельт. Вторая подпись принадлежала Уинстону Черчиллю. Третьим по порядку и по счету документ подписал советский полпред в Америке Литвинов. И, наконец, четвертая подпись принадлежала представителю Китая Сун Цзи Веню. Все это действие происходило в Белом доме, который после Пёрл-Харбора превратился в неприступную крепость, охранявшуюся батареей дефицитных реликонов и оборудованную даже подземным ходом. На следующий день, 2 января 1942 года, под декларацией появились подписи представителей еще 22 государств, которые вошли в состав объединенных наций. Они располагались в документе строго по алфавитному порядку от Австралии до Югославии. Нужно со всей определенностью сказать, что это событие можно рассматривать как самый, пожалуй, массивный камень, который был положен в фундамент здания, получившего название антигитлеровская коалиция. Может быть, еще более важным итогом января стало создание англо-американского объединенного штаба, комитета начальников штабов Америки и Великобритании. Он был создан по предложению премьер-министра Черчилля. Американцы не возражали, но Рузвельт хотел пригласить в него и постоянного представителя генерального штаба Советского Союза. Черчиллю эта идея американского президента категорически не понравилась. Сэр Уинстон предвидел далеко идущие последствия Союза лебедя, рака и щуки. Русские писал Черчилль не были представлены в объединенном штабе. У них был один отдаленный от нас и самостоятельный фронт и поэтому не было нужды или возможности увязывать работу наших штабов с ними. Дело было не в отдаленности. Когда фронты сблизятся через два с половиной года, ситуация ничуть не изменится. Проблема заключалась в разных степенях участия в войне против гитлеровской Германии. Советский Союз был вовлечен в нее полностью. Западные союзники имели возможность провести полноценную подготовку, а Великобритании очень нужна была передышка после тяжелых неудач сорокового и сорок первого годов. К тому же Черчилль отличался острым беспокойством по поводу будущих итогов мировой войны. начинало волновать британского премьера. 6 января в своем выступлении президент Рузвельт обозначил главную цель войны уничтожения национал-социализма и потребовал произвести 60 тысяч самолетов, 45 тысяч танков, 20 тысяч зенитных орудий и 6 миллионов тонн другого военного снаряжения. 32-й президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делану Рузвельт 30 января 1942 года ему исполнилось 60 лет. Единственный американский лидер, который четырежды избирался на пост президента, поднял экономику Америки после глубочайшего кризиса. Автор нового курса, создавшего сбалансированное гражданское общество. С первых дней Второй мировой войны Рузвельт выступил против диктаторских режимов. Инициатор помощи странам антигитлеровской коалиции методом Ленд-Лиза. Физически ослабленный полимеолитом Рузвельт выдерживал громадные нагрузки, особенно после Пёрл-Харбора. Черчилль считал политику Рузвельта по отношению к Советскому Союзу наивной, но у нас будет возможность самостоятельно разобраться в этом по ходу нашего цикла. В любом случае Франклин Рузвельт был уважаемым и достойным лидером своей великой страны. Любопытно, что термин объединённые нации появился далеко не сразу. Первоначально фигурировало словосочетание союзные державы, но оно не в полной мере устраивало Америку по той причине, что в той ситуации далеко не все государства, противостоявшие державам оси, находились одновременно в состоянии войны с Германией, Италией и Японией. Происхождение этого термина «объединённые нации» довольно-таки туманно. Известно лишь одно – то, что авторство принадлежит американскому президенту Франклину Рузвельту. Сам ли он его придумал либо позаимствовал у лорда Байрона – неизвестно. Да, наверное, и не слишком существенно. Существенным же по-настоящему является то, что это словосочетание «объединённые нации» прочно вошло в лексику межгосударственных отношений и по сей день является неотъемлемым атрибутом жизни международного сообщества. Ураганные штормы бушевали в начале января у Атлантического побережья Америки. Волны мчались высотой из трёхэтажный дом. 15 немецких подводных лодок рисковали на таких волнах переломиться пополам. Подводники терпели ледяной холод. В штурмовую погоду первые три германские подводные лодки сумели потопить всего два транспортных судна. 13 января шторм утих и выяснилось, что американский флот ещё не готов к охране судоходства у собственных берегов. Субмарина У-123 Рейнхарда Хардегена потопила три танкера и семь других судов. Остальные подводные лодки тоже добились весомых успехов, несмотря на тяжёлые погодные условия. Морские волки Денница в январе потопили 51 судно, при этом немцы не потеряли ни одной подводной лодки. 21 января африканский корпус Эрвина Роммеля неожиданным ударом захватил английские запасы горючего и 29 января снова достиг порта Бенгази. В Северной Африке очередное движение военного маятника разрушило план англичан по захвату всей Ливии. Италия и Германия опять начали обсуждение возможностей десанта на остров Мальта. Фельдмаршал Кессельринг считал это вполне возможным, но итальянцы заявили, что на подготовку им нужно не менее трёх месяцев. Кессельринг ограничился массированными налётами на Мальту. Семнее наступление Красной Армии продолжалось. 20 января освобождён Можайск. Бородинское поле вторично стало местом ожесточённых боёв за Москву и мемориальным полем двух отечественных войн. На южном направлении немцы были изгнаны из Барвенкова и Лозовой. В дневнике начальника германского генерального штаба Гальдера появились необычные до этой зимы записи. Обстановка на фронте группы Армий Центр характеризуется следующими отрицательными моментами. Первое. Через брешь в районе Медыни части противника двигаются на Вязьму. Второе. Прорыв местного значения на участке 219-й дивизии. Третье. Крупные атаки с севера против отсечной позиции в районе Ржева. Четвертое. Дальнейшее продвижение 4-й ударной армии русских на Велиш. Но все больше и больше ощущалось перенапряжение войск Красной Армии. Постоянное преувеличение германских потерь на всех уровнях дезориентировало советское руководство. Вермахт был разбит под Москвой, но немцы не понесли еще решающих потерь. Из Западной Европы перебрасывали свежие войска, дивизии пополнялись техникой. Никоим образом нельзя было недооценивать мощь и боевой опыт германской армии. Гитлер 30 января в своей речи, посвященной 9-й годовщине прихода к власти, заявил, что Германия на полях России защищает европейскую цивилизацию от большевистских варваров. Варваров обычно встречают на границах, заметил когда-то римский император Марк Аврелий. Гитлер зашел слишком далеко. Под Ленинградом два советских фронта, Волховский и Ленинградский, в тяжелых кровопролитных боях пытались наступать навстречу друг другу. Ни встречи, ни реального продвижения не получилось. В проявлении мясного бора на очень узком участке 2-я ударная армия то ли прорвала оборону противника, то ли немцы умышленно открыли горловину бутылки, чтобы закрыть ее затем в очень невыгодной для советских войск конфигурации. История разыгрывалась страшная. Наступающие советские войска прежде всего страдали от голода, а Ленинград вымирал тотально. Конечно, можно говорить о героизме жителей окруженного города. Например, о том, что часть заводов работала, производила военную продукцию, ее даже отправляли на большую землю. Но когда в результате героизма умирают сотни тысяч людей, женщин, стариков, детей, грядущий русский историк должен назвать это как-нибудь иначе. Не знаю, как это назвать. Слов не хватает. О героизме любят вспоминать те, кто жил и выжил. А вот у мертвых бы спросить. Жданов Андрей Александрович, руководитель ленинградских большевиков после убийства Кирова, провел операцию «Бывшие люди» по выселению из города и арестам остатков дореволюционной интеллигенции офицеров и дворян. Один из создателей советской идеологии в сталинскую эпоху. С началом войны Жданов превратился в пассивного, нервного человека, стоящего за спинами командующих фронтом. В начале сорок-тервого года психика его не выдержала, и Жданова пришлось изолировать на даче на Каменном острове. Руководитель города безусловно ответственный за гибель его жителей. Начало войны Жданов встретил на отдыхе в Сочи. Вес ленинградского большевика был 82 килограмма. В послеблокадном июне 44-го года Жданов весил все те же 82 килограмма. Ничего не потерял ни в политическом, ни в физическом весе. О цене победы, о потерях русского народа, о качествах верховного командования, о потерях напрасных и преступных надо еще думать, анализировать и делать выводы на будущее. Раньше у нас в стране отдельно взятый человек в счет не брался. Минимальный счет всегда шел на тысячи. И тем непонятнее зашоренность людей квалифицированных, которые вроде бы должны понимать ценность отдельно взятого человека. Вот очень содержательная статья Геннадия Яськова, конечно, доктора и профессора в журнале «Власть номер 4» за 2000 год. Великая победа Советского Союза в разгробии фашистской Германии и измышления фальсификаторов истории. Статья хороша фактологией, она мне нравится, но вот что касается цены победы, Геннадий Яськов пишет, да, цена победы велика, но разве лучше было дешевое поражение. Помилуйте, господин Яськов, отчего же такая альтернатива, такое или-или? Почему же не противопоставить цене победы не дешевое поражение, а умное ведение войны? Зачем же выставлять русских дураками, которые всегда платят десятикратную цену за победу? Хватит, послужили адвокатами дьявола и достаточно. Начало войны и катастрофа в Пёрл-Харборе вызвали панику в Соединенных Штатах Америки. Всюду мерещились японские, итальянские, немецкие шпионы. Итальянцев и немцев в Америке было слишком много, чтобы их можно было в чем-либо обвинить. Но вот американские граждан японского происхождения немедленно решили изолировать и заключить в концентрационные лагеря. Имущество американских японцев конфисковывалось, а сами они увозились за колючую проволоку. В Бостоне закрыли галерею японского искусства, чтобы патриоты не разгромили ее. Государство, оберегаемое двумя океанами, опасалось бомбардировок. Из крупнейших музеев эвакуировались классические полотна старых мастеров. Вряд ли волхвы Сандро Боттичелли в библейские времена испытывали больший страх, чем американские музейщики, отправившие поклонения волхвов из Национальной галереи в подвалы убежища в горном массиве Апалачей, где день и ночь несли вахту охранники в ожидании немецких штурмовиков, которые высадятся с подводных лодок, чтобы похитить американских Рембрандтов, Рафаэлей и Боттичелли. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова